Так, после посадки очень важно быстро сориентироваться на местности. Возможно, вы получите травмы. И сегодня речь пойдет о специальном инструменте, который вам поможет выжить в экстремальной ситуации. Для летчиков-космонавтов, наконец-то сбылась моя мечта, была изобретена вот такая мачете. Мачета 4 мм толщиной, где-то в районе 28 см само лезвие, пластиковая рукоятка твердая, это не резина. И мачета довольно легкая, я даже ожидал, что она будет чуть больше. Но, в принципе, для сумки, для аварийного набора она самое то. Сегодня попробуем испытать ее в полевых условиях, и я вам покажу еще некоторые экспериментальные модели. Вот, собственно, что она может. Я ее не точил, и вы видите, что рубит довольно четко. Теперь ситуация следующая. Нам надо что-то, например, где-то под землей или под снегом откопать, отдолбить, нарубить, наколоть льда. И острая заточенная кромка сверху это помогает хорошо сделать. Также мы расчистили для костра место, для земли. Сейчас будем готовить еду. Для этого нам надо будет открыть какие-то консервы. Давайте посмотрим, справится она с этим заданием или нет. Я просто сначала вобью. Ну, конечно, жестяная банка легко пробивается. Сейчас я ее вскрою. Чтобы не лежать на земле, я вон остатки парашюта использую. Конечно, открывается она не очень удобно. Более открывашка. Для этого есть лучшее. Есть нож, авиатор в комплекте. Но экстренно можно вскрыть, конечно. Держа мачету вот за эту часть, мы прям вот продавливаем. Баночка открывается. Вкусняшка, сейчас покушаем. То есть рубить надо вот этой вот частью. Копаем вот этой, этой колем. Вот в этом районе лучше удар не наносить. Потому что хрупкие, например, как тайга мачета или УСР, спасатель всякий, они вот в этом месте ломаются прям под ручку, прям на толщину один палец. Вообще мачета представляет собой вот эта ржавейка. И вот я сделал чуток побольше. На заказ мне делали. Настолько побольше, помассивней. И из специальной немагнитной, нержавеющей стали. То есть получилась такая более серьезная лопата, которая долбит все хорошо, раскалывает лед. Она более весомая вот в этом районе. Вот. И ей удобно работать. Вот. Но для, например, пешего туризма лучше вот эту. Вот эта она у меня в машине будет жить. Также мы делали вот варианты из пилы старой. Очень легкая. Тоже так вот где-то что-то подкопать, снять дерн. И давайте покажу, как она рубит. Это вообще огонь. То есть нарубить ветки. Вот прям рядом. Резать, рубить, копать. Не напрягаясь. Долго, конечно, ее не хватит. Плюс она еще, то есть как нож, вот, хорошо точит, срезает. Вот. Зубастая такая штучка получилась. Но это мои сломанные пилы, короче, сделали. Вот. Собственно, посмотрим, что у нас есть в комплекте. Про пилу я вам уже рассказывал вот про эту. Например, колоть орехи. Она тоже прекрасно может. Обухом вот этим долбим. Орешки колен. Ловить всяких существ. Она, кстати, тоже пригождается. Кинуть в них, треснуть. В этом плане цены ей нет. Дальше. Ну, для костра дров мы нарубили. Разведем огонь. Вот. Теперь нам надо обустроить лагерь. То есть, используя остатки какого-то парашюта, либо термоодеяла, само по себе оно здесь не ляжет. Надо его повесить. Поэтому нам понадобятся колышки сейчас. И их надо будет в мерзлую землю вбить. То есть, пробьем сейчас землю. Выкопаем немножечко. Вобьем колышек. И вобьем куда-нибудь в дерево выковыренный гвоздь. То есть, как ломиком подковырнем его. Плоскогубцами вынем из мультитула и вобьем. Так, пошли. Вот, рубит и шикарно, и режет как ножом отлично. То есть, два в одном. При этом, то есть, если мне надо бить колышек для палатки. То есть, прекрасный легкий инструмент, с которым удобно работать в плане выживания, построек каких-то бытовых. Вот. И он отлично еще и в самообороне пригождается. Снега много, конечно. Сейчас уже хочу еще снегоступы достать. Так. Вот у нас в развалинах нашли старый брезент. Там машину какую-то. Он обледенел. И нам надо отрезать от него кусочки. Вот. Сделать какую-то, может быть, шапку, укрытие, подлоску. Сейчас мы будем резать его. Вот. То есть, мачете как рубит, так и режет хорошо. Вот вы видите, она прям идеально мерзлый брезент разрезала. Вот. И вот это вот оторвали, да. То есть, для каких-то построек она вам будет незаменима. У каждого должна быть дома. Мясо там разделать. Еще она используется как ломик. То есть, какой-то вот приборная панель. Что-то нам надо выковырить отсюда, да, открыть крышку. Мы вставляем и начинаем вот так вот наизлом открывать. Например, вот нашли мы какой-то армейский ящик, там еще что-то. Он у нас подмерз. И мы ломик как ломиком пытаемся вбить и открыть его. То есть, разрабатывалась она еще и с этой целью. То есть, чтобы, вот вы видите, мы разжимаем, расщепляем и подлазим. То есть, отковырять, отбить. В этом плане хороший инструмент. С учетом, что он цельный. То есть, тут ни шпильки никакие, ничего. Но он выдержит хорошее давление. И летчик, например, сможет отковырять алюминиевые листы металла и выбраться из них. Он сейчас... А, видал как? Огонь! Для каких-то построек что-то вот наковырять. Вообще супер! При этом самодельная маленькая ни в чем ей не уступает. Да ли как грызется, а? Супер! И легче в разы. То есть, я эту тоже, походу, брать буду. Собственно, теперь о цене. Собственно, такая мачета, к сожалению, стоит в районе 5000 рублей. Она интересна, потому что она еще и ретро. То есть, это 60-е годы СССР. Летчики, космонавты летали с такими. Самодельную можно сделать вообще за копейки. То есть, вот, современные модели типа Тайга, она стоит 4000, но она хрупкая. Хотя у нее есть два плюса. У нее еще здесь есть гвоздодер и сверху пила. То есть, у тебя уже получается не два инструмента, а четыре инструмента в одном. На Авито их можно приобрести. И я потвортил, и я за 1200 купил такую под Новый Год. Нашел, но без чехла. Она не номерная. То есть, и я пробивал у криминалистов. То есть, они не являются холодным оружием, потому что это не ножи. Это ручной инструмент. То есть, вы же, например, к тому же топору или пиле. Несмотря на то, что они супер острые, они идут по другой классификации, в общем. Так что, обратите на нее внимание. Я говорю, я считаю, что такая хорошая штука должна быть у каждого выживальщика. Если ты не берешь саперную лопату, там, топор, пилу, то вот такая штука. Рюкзак не тянет, а пользы от нее, ну, просто масса. Так что, будем брать с собой, ребята, в поход.